Всем привет! Значит, как видите, у нас здесь целое сборище QA блогеров. В общем, хотел немного поговорить вообще про QA. На живом примере все знают, что я работаю в QA, в принципе, начиная со школы Михаила Порнова. Дима у нас, работа в QA. Тестер-заучник. Да, будущий QA-щик. Ну и как бы и Михаил Порнов в прошлый. Вождь QA-щика. Хотел, наверное, вкратце, может быть, поговорить об этом и кто-то, допустим, мне кажется, ты можешь рассказать свою историю. Как ты начинал примерно, как это выглядел, там, уровень зарплат, где лучше эта профессия, где хуже, насколько сложно было попасть. Ты можешь там рассказать, какая подготовка, какой план. Ну и Михаил, может быть, в принципе, добавит с высоты своего опыта. Так что, Дим, давай с тебя начнем. У меня просто спрашивают, люди пишут, вот это QA, это правда. Должен ли быть какой-то скилл? Как бы у тебя с чего началось? У тебя был навык программирования, IT? Ну, я начну с того, что я еще в школе хотел пойти учиться на программиста после школы. Я учился в математическом классе. У меня все отлично было с математикой, с информатикой. Меня, моя же учительница математики практически отговорила идти учиться на программиста, потому что она сказала, что, ой, меня там столько знакомых побросали, потому что очень тяжело. И я пошел на геодезиста учиться. А там легче. Они сейчас пошли дорогу. Там знакомые были, уже можно было спросить, если что. Среди программиста никаких знакомых не было. Но параллельно там, пока учил геодезию, там еще и геоинформатика немножко училась. То есть геодезия, но уже спутниковые технологии, карты, GPS, да. Мне это уже больше тогда нравилось. А работать начал я еще в Украине уже в сфере геоинформатики, а не конкретно геодезии. И сидел за компьютерами там, делал. Ну и по сути получается, что я тогда сам этого не знаю. Я уже начал тестировать, потому что нам высылали новый софт с багами, чтобы мы в нем работали. Но мы по сути там, вот это не работает. Мы на нем писали, что вот здесь то не работает, попросите, чтобы сделать. Это я уже понял, что я тестировал, когда я уже отучился и начал писать резюме. Я говорю, так что ж, я же напишу, я же тестировал по сути, какой-то тестинг какой-то был. Вот. И значит здесь, ну как бы моя история как я начинала с того, что я тогда был, по-моему, охранником, а ты тогда вообще работал. Я на складе работал, коробку таскал. И мы с тобой как-то разговаривали, ты говорил, что вот ты нашел школу Михаила, посмотри, я вот начал учиться. Ну, про школу я узнал еще до отъезда сюда. Какая-то девочка там. Ну, на форуме про школу узнал истории, читал, как люди после школы работали. Но тогда еще не было онлайн-класса. Я приехал во Флориду, я думал, Флорида дешевый штат, денег у нас не было. Поработаем немножко и тогда в Калифорнии учиться. Рассказал друзьям во Флориде про школу. И через несколько месяцев мне подруга говорит, что так в школе классы онлайн начались. Я говорю, я не знал. Я написал ему Михаилу, говорю, что вот учиться, не учиться онлайн, может лучше приехать. Михаилу говорит, что если хочется на 100%, то лучше приехать. Ну, и я как-то идею онлайн отложил. А через несколько месяцев я узнаю, что вот та девочка, Лена, которой я рассказал о школе, она решила попробовать. Она тогда училась в колледже, там что-то рисовала. И тут решила 1000 долларов или там даже меньше было. Да. Она решила отучиться. И через 3 месяца, практически там, может неделю-две после школы уже джобофер в Орландо там на 30 долларов в час. А ты тогда получал? 10. 10. Вот. Я такой, раз уже есть живой пример, что можно даже здесь после школы онлайн. Почему я должен тогда ждать и ехать туда? Я во второй класс, считай, онлайн попал. Тогда 17 человек. Я могу со своего интерфейса рассказать. Он так интересуется, вроде интересуется. Ну, как-то так нерешительный какой-то там получится. Я откуда знаю. Он говорит, вы знаете, что там девушка вот есть. Как бы, ну, девушка, значит, сюда-сюда. И, значит, девушка пошла. И я думаю, это он такой нерешительный. Там мы проверим на девушке. Заслал. Да, заслал на девушке. Ну, у нее первый запас был 25 долларов в час. Я хорошо помню, потому что я вообще не знал, что будет со Флоридой. С Флоридой. Я думаю, ну, Нью-Йорк мы понимаем. Там здесь, а тут Флорида. В общем, для меня это было терра инкогнито в то время. И она получает 25 долларов. Вот. И тут у нас возникает. Я думаю, я смотрю, проверю. Грибной дедушка там, да? Грибочке там вроде выжил. Не сдохла, да? Нормально. Кушайте. Ну, так оно с моего берега оно так вот. Так, окей. Ну и хорошо. И вот у тебя первые работы, я сразу понял, ты так воткнулся в автоматизацию. Само собой. Ну, там вообще, там такой смешной случай. Компания была не в самом Орландо. Там час езды еще от Орландо вообще в деревне. Они вообще искали QA менеджеров. У них было два QA, но им надо был кто-то, кто бы ими руководил. Потому что эти двое, они изнутри с компанией, там с других позиций перешли в QA. По сути, они ничего не знали. Да, им надо было кто-то, кто организует процесс. Я пришел на интервью. Ну, я ехал, я понимал, что ну, куда меня. После школы там сразу менеджер. А им надо было и автоматизация, конечно. Если есть, почему бы и нет. Но им надо был или менеджер, или лид. Я пришел, рассказал, что вот то-то-то знаю, так могу сделать. Там все рассказал красиво. Ну, по сути, в QA там вообще никто не понимает, что такое QA и как оно должно быть. И мне звонят, говорят, ну, вот тебе оффер на 45 тысяч в год. А для Флориды это нормальный? Ну, нет штатного налога уже лучше. Ну, в принципе, ну как. Ненормальный, это было мало. Можно было на 55, на 60 даже найти. Не, ну, первая работа. Я тогда, да, не перебирал, что давали, то... А как искал? DICE? Все как школа, все как книжка пишет. Окей. Потом, значит, ты там немножко навыки отточил? Не быстро нашел, да, там? Не, у меня последний день, у нас понедельник был последний день учебы, мне понедельник оффер уже дали. А, окей. Хорошо. А я тогда был первый из группы, кто получил орфер. Да, я тогда, помню, мы с тобой разговаривали, ты сказал, что уже нашел, и я начал тихонечку вещи собирать. Примерно. Второй девушкой. Automation я там начал на Selenium IDE делать, там, record and play. Ну, хоть какой-то. Ну, да, понятно. А, я вообще думал, ну, годика два, думаю, там, отработаю. Где-то это было уже месяцев 8 я отработал. Ну, думаю, ну, через год уходить рано, годика два отработаю. А у меня уже друзья в Орландо понаходили, там, на 60 тысяч работы. У меня друг говорит, слушай, что там сидишь? Ты тоже все в QA, да? Да, тоже все после школы. То есть, друг, мы с ним учились вместе в одном же классе. Он позже меня нашел, через несколько месяцев нашел, он так медленно у него это. Но зато он получил уже деньги больше. 60-65 на старт, нормально. В Флориде, да? Массово, да. Вот в Мояве, Форт Лаудердель, даже в Орландо, но в Орландо медленнее все, там дольше занимают. Вот. И он говорит, что ты сидишь за свои 40? У меня было 45 сначала, потом 48. Говорит, что ты сидишь за свои 48 тысяч? Иди ищи работу, ты на 60 как минимум можешь найти. И я такой думаю, ну, действительно, почему бы нет? Ну, работа уже фулл-тайм есть, там уже не спеша, там резюме начал. Нужно рассылать. Нужно рассылать, да. И тут, ну, там, одно интервью, два, не туда, не сюда. И тут мне в воскресенье звонит рекрутер. Говорит, слушай, у тебя классное резюме, мы тебе оффер дадим. Оффер без интервью, без ничего, я как-то, что-то тут не так. В общем, ну, мы с ним пообщались. Он понедельник действительно мне присылает оффер. Государственная компания, они контракторы на государство, на департментов дефенс. Ракеты. Говорит, у тебя виза какая? Я говорю, я говорю, green card. Отлично. Вот тебе оффер там на 37 долларов в час. Это если перевести там 75-80 тысяч примерно. То есть почти в два раза больше, чем у меня было. Мне как-то сначала стрёмно стало, ну, блин, оффер, деньги. Окей, была не была. Взял оффер, действительно работаю. Ну, там такая смешная ситуация была. Контракт на год, это автоматизация. То есть я в Selenium ID, они мне сразу там на автоматизацию. Короче, им надо было просто деньги с государства вытягивать. Ну, понятно. Там работаешь, не работаешь. Я заполнил документы, чтобы получить этот клиренс доступ. Индийский вариант. Там паблик этот, паблик траст клиренс. Самый простой, green cardцы могут получать. Я полгода сидел, просто изучал, потому что доступа никакого не было. Доступ так я не получил. Мне приходят и говорят, что государство с нами контракт разорвало, потому что мы этот софтер, который 6 месяцев надо было писать, уже 3 года пишем. Государство контракт разорвало, ты без работы. Ну, по сути, я зато за эти полгода ничего не сделал. Но я просто сидел, учил уже Selenium RC, уже посерьезнее. Java немножко изучал. Пришли индусы, предложили отката больше. Ну да. Потом потерял работу. Ну, я быстро нашел. И потом ты уже поехал в Техас? Нет. Нет. Это полгода я там посидел. Потом нормально, хорошая работа у меня была. Зарплаты меньше дали. Но там я делал уже и Manual и Automation. Когда Manual все протестили и Spring закончился. Пришел автоматизацию. Да. Я сначала все в ID сделал, чтобы хоть что-то было. И потом начал это все переводить в WebDriver, Selenium. Java уже немножко подучил. А в Техасе я уже получил конкретно Senior QA Automation Engineer. То есть сейчас я Manual вообще ничего не делаю. Я вот просто... Дают задачу. В Java. Да. Только Automation занимаюсь. Manual теперь только жена на кухне. Ну, может быть там автоматизированная посуда. Ну, конечно. Полуавтомат. Да. Ну, понятно. В общем, все получилось, все супер. Ну, видишь, у меня желание было большое. Я еще со школы в эту сферу попал. Предрасположенность. Я еще до школы на форумах модератором был. Там какой-то HTML, не HTML я уже знал. Я уже там какой-то там блок свой мог, там, индекс HTML файл создать с каким-то там базовым HTML. Ну, то есть не программирование, но какой-то уже... Ну, поверхностно. Ты интересовался, да? Да. Мне это было интересно. Хорошо. Спасибо. Слушай, ну, окей. А, Саш, какие вот у тебя перспективы? Меня поразило, ты рассказывал историю про Флориду. Что вот у тебя планы. Что ты видишь перед собой? Какой у тебя путь? На данный момент? Ну да. Вот какой план? Вот если честно, я когда еще вот даже в школе был, я начал смотреть тебя, потом Михаила и вот это все. Года три назад? Ну да, где-то так. Когда вот первое видео совместное сделали, я Михаилу. Молодой еще. С пеленок постой сейчас смотрю. Я сделал план такой, сюда приехать. Вот это все у меня было запланировано, очень хорошо продумано там, по детали. Я сюда приехал. Две недели там назад, чуть больше. Я сюда приехал именно в школу. Ну, кончились по адамой. Мечта сбылось. Да, я что-то дальше опять не подумал. Про работу забыл. Ученик. Ну, дело-то не в этом даже. Вот я его вообще редко вижу. Он так иногда на какие-то руки вдруг приходит. Я на все прихожу. А, правда. Ну, он не всегда так это дает о себе знать, но... А шел бы работу искать-то? У меня еще права на работу нет. А, тогда пусть учатся. Да, я пока его жду, там месяц-три может. Пусть учатся. Пусть учатся. Так у нас невеста, когда приезжает? Зимой. Ну, зимой уже, зима вот уже, октябрь. Ну, пока еще нет, тогда, например. Но она скучает? Конечно. Хорошо. Ну, просто... Не видел их все-все-все. Да, все равно. Но они не встречаются. Нет, они не будут скучать. Я об этом уже... А QA? Да, кр... Все ушли как-то... Все ушли граниться. Я когда был во Флориде... А я фотку видел. Кто ходил прислал, да, или вон... А у него носок там... Ну, да. О, какая-нибудь есть. Постач тоже. Да. В общем, я посмотрел курс Михаила на русском языке, который висит. Это SlashRU. Да. В принципе, этого хватило мне, чтобы начать на EUT-есте нормально работать. Угу. Но я зарегистрировался на EUT-есте еще в 2013 году, очень давно. Но я так что-то и не начал там. Угу. Но это я могу посоветовать вам начинать как можно быстрее. Если честно. Это опыт как бы реально... Я думаю, у вас уже там дикое количество проектов, да? Да. Да. Но я начал конкретно на EUT-есте работать с января этого года. Ну, хорошо. Вот ваш максимальный месячный доход какой был? Максимальный месячный доход 1400, по-моему, у меня было. Но это совсем не напряжно. Очень не напряжно. Буквально 5 дней в месяц там что-то делал такое. EUT-ест это хороший такой полигон, чтобы заточить практически из кило. Вот здесь в школе я больше так теорию понимаю, как индустрия работает. Угу. А там... Больше руками, да? Да, да, да. И что мне хочется сказать еще то, что я протянул буквально там год, а когда ты хочешь начать на EUT-есте, когда тебя прижимают, что ты хочешь начать, там это очень медленно. Да, да. То есть ты можешь месяц ждать приглашения на сэндбокс это их там. Да, это отбор. Проверка. В общем, даже если у вас в планах нет, затягивать не стоит, потому что когда припечет, может быть, что... Я скажу так, вот представьте, стоит мальчик на перекрестке, так? И когда машина останавливается, он к ней подбегает и быстро ей стекло протирать. И там, там, хотели, не хотели, он уж не спрашивает там, протирать. Значит, ну и за день, сколько пройдет автомобиль. И он в резюме себе может написать, обслуживал, значит, отечественные и импортные модели автомобилей, включая Toyota там, да, да, да. И вот он, большой-большой список автомобилей, которые он обслуживал. Но будет правдой. Обслуживал. Чистая правда. Ну, мы с ними начнете, как он их обслуживал. И там, как он делал с квалификацией, там и, допустим, есть, или нет, или нет, или нет. Минефиты. Какие-то, или вот так сказать, холодный сапожник, но не важно. Это ютест, тоже подскочить на перекрестке, протереть тряпочка и взять рубль. Понимаешь? Нормально, рубля это, в меси, набрал. На друж время набрал. Мэйхитрый. рубли там у меня вообще. Ну, кстати, кто в России живет, то украине живет сейчас там просто. А все ж гривны, сколько? А там тоже можно работать. Я бы посоветовал через VPN типа США, потому что если они запалят что-то с Россией и с Украиной у тебя стоит США, те проекты перестанут присылать. А, ну понятно. VPN товарищи. Да. И еще я бы посоветовал, даже если вам пока не надо и планов пока нет, но proven, это второй уровень там, там баджик есть, rated, по-моему, proven, потом бронза, серебро и золото. И платят больше. Да, но если вы начнете просто с первого уровня rated, то там лимит на 5 баков. Если проект приходит, там баков 30, и за каждый ты хочешь, чтобы тебе заплатили, а у тебя лимит на 5. Ну да, несколько. Руки связаны. Не, ну ты можешь писать 30, но просто тебе заплатят за это. Да? Нет, там нельзя писать, там не дают вообще даже брать. Поэтому вот я бы посоветовал на proven выйти и ждать там своими делами заниматься. Но так немного времени занимает. Еще я бы посоветовал сделать оповещение на телефон, если приходит invitation, чтобы знать когда. То есть там важно вовремя выскочить? Да. Важно именно. Из-за угла со своей бедром определить. Именно первым. Потому что про труд уже и все. Там конкуренция дикая. То есть это тоже. Но там очень много. И с Индии кто, и там с Азии вообще. Но они хотят на самом деле, они ждать задания, хотят людей из США или там из Франции, из Китании. Они определяют, у них заявка есть. То есть если ты из Индии закосил под Американцев, это другое дело. Но так вот. Ну конкуренция дикая. И вот по моему опыту только первый час самый эффективный. Ну понятно. Но в любом случае как бы это важно без этого. Это очень важно. В тестерство сложно попасть. Но я тоже в принципе с Ютеста начинал. И как бы ну в школу и с Ютеста. Вот. Понятно. Михаил, теперь вопрос к вам. Да. Вот вам кажется, вот часто этот вопрос задает, и мне кажется лучше всего… Я каждый раз по-разному могу ответить. Тоже верно. Да. Люди меняются, жизнь тоже. Но что вот человеку надо, чтобы стать тестером? Вот мне часто это спрашивают. Что надо вот, чтобы быть тестером? Надо математический склад ума, надо знать программирование там. Ну короче, вот такие вот. Что человеку надо, чтобы стать тестером? Ну ой 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 ой. Я бы разделил по тому, зачем человеку почитать тестером. Значит есть люди, вот они как листва сухая. Ветер подул там, занесло в тестирование. Ветер в другую сторону подул, занесло на Велфер. Понимаешь? Ну куда дуло, понимаешь? Вот куда дуло, он с этим ветром не пошел. Вот. Нет, ну вы так смеете. То есть я помню время, когда все на Велфере были. И да. Ну ветром ему несет, он как бы сам вот, то есть он может быть в тестировании, но ровно в той мере, в какой вот он нашел работу, дальше от него ничего не требуется. Я знаю мужика одного, он поработал полтора года. Вот мы в школу послали на internship, потом его там оставили. И он полтора года там работал. А потом кончилась работа, и он пошел в какой-то тут вот автобус водить. Ну такой, где старичков разводит по детским садикам. Старичку. Ну она водила этот автобус, ему так вольготно было там, но кончилась уже фактически к разводу подошло. Жена говорит, ну она его такого не хотела. Кончилась тем, что он все-таки пошел снова в тестеры, ну как уже для сохранения семьи. Вот, а я про чему рассказываю, что есть люди, которые вот его София отвела туда, понимаешь? И он там сидит. А кончилась, ну он же не будет, ну не искать же ему работу. Это же западлога. Ну, ну, велфер, не велфер, не дадут жена работы. Понимаешь, в общем, проблем. Как София, как-то я помню, она кого-то слушала, слушала. Вот так в аналогичной ситуации, она слушала человека и потом говорит, что так все усложняете? Давно бы уже развелись и жили все как все нормально. То есть, из-за того, что один работал, то он не мог получать. Что там пособие получать. Так вот, к чему я рассказываю, что... Не, не, он хороший. Вот, значит, если человек хочет, ищет точку приложения, понимаешь, на долгий срок, чтобы было из-за чего стараться, из-за чего напрягаться, к чему стремиться, понимаешь? Это одна история. И тестирование в этом смысле представляет собой площадку, на которую легко заскочить. Понимаешь, вот, допустим, тебе не нужно карабкаться на третий этаж. А ты можешь на первый этаж зайти. Знаешь, вот мне очень нравится, они вот как бабушка приходит к врачу. И он говорит, ну что, бабуля, у вас, говорит, там прогресс, там, гипси, там. Он говорит, прогресс, я вам разрешаю уже ходить по лестнице. Он говорит, милый, спасибо тебе. Нет, ты знаешь, как тяжело-то было по трубе водосточной. Так вот, значит, понимаешь, как там программировать, ты над по трубе водосточной. А тестирует, ты можешь по лестнице идти, и как бы планка ниже стоит. Вот, собственно, вся разница. С точки зрения верха ограничений нет. То есть ты можешь уйти в программирование. Я знаю, люди, которые ушли в программирование. Ну, это обычно те, кто помоложе, и как-то вот, не знаю, ну, и жизнь так сложилась. Но пришел куда-то, и могу я слушать, давай садись вот сюда. Но я не умею, ну, научу, раз и понеслось. Так тоже бывает, но в основном народ остается в тестировании. Там так много всего есть, что если ты хочешь чего-то, то оно есть. Кроме того, в тестировании очень многие люди, все, кто хотел, на самом деле, у кого склонности были. И чем меньше ты технический, тем больше у тебя склонностей к тому, чтобы административную какую-то функцию выполнять. Да, и менеджер, какой лид, project manager. И там тоже неограниченно совершенно возможности есть в этом деле. И там ты можешь учиться, ты можешь получать MBA, ты можешь сертифицироваться как по project management, там, project management, program manager. Я знаю, программ-менеджер, который за 300 тысяч получают. Там, когда решения имеют свои финансовые последствия и так далее. Я таких знаю людей. Поэтому я к чему говорю, что настолько широкая область, понимаешь, вот скажем программистам, чтобы быть, ты должен программировать. Если ты в тестировании, ну, ты должен понимать предметную область. Ну, программировать тоже, как бы, что ты умеешь программировать, это ничего не значит. Пока ты не поварился именно в том, где ты программировал. Вот ты сидишь и пишешь код, ну да. У нас была девочка из Фориды, кстати, приехала. Она там пока легализовалась, там сидела, она работала в гостинице. Ну, в небольшом мотыльчике. И была моя, она такая энергичная. Лет 25, девчонки, так прямо ртуть, прямо прямо. Пришла, выучилась. Мы ее на практику послали. Не бог весь, что на практику. Там на 15 долларов в час. Она через три месяца приходит со своим бэджиком. Там она уже лид. Пришла интернов нанимать. Три месяца прошло, понимаешь? Но ты же от себя ты не уйдешь, если ты административный человек. Если ты умеешь построить, проверить, собрать так кучу, подать и все. Ну, ты как? И вот она все, так она кей-менеджер. Это же лучше, чем в гостинице. Кто там тряпочки протирает менеджер. Совершенно другие деньги. Совершенно другой уровень общения с людьми. Совершенно другие возможности роста и так далее. Вот и вся вся разница. То есть тестирование очень обширно. Понимаешь? Вот, поэтому есть люди, которые сидят там и кодируют. Есть люди, которые вручную. Есть люди, которые там планируют. То есть, в принципе, что важно, важно все. Главное, чтобы было желание, я так понимаю. Мы 20 лет, мы думаем о том, что ж ты, ё-моё, то один, то другой. Да, вы все видели. Вроде начинает, не заканчивая. Вроде сидит на уроке, и вот он у себя там свой девайс, понимаешь? Вместо того, чтобы присутствовать на уроке. И ты ему говоришь, что ж ты, передо мной сидит. Понимаешь, вот я, и я говорю, что ж ты с девайсом-то своим. Он говорит, да я слушаю. Говорит, вы не сомневайтесь, я говорю, слушаю. Я психологию изучал. Что-то мне рассказывать будешь, что-то там слушаешь. Понимаешь? Ну, вот у него доминанта сидит вот тут, в корее, головного мозга. Все остальные очаги давят. Понимаешь? Ну, несут. Поэтому есть люди, которые, я не хочу сказать асоциальные, но их поведение абсолютно неприемлемо, понимаешь? То есть, ну, как сказать, вот, допустим, вот он мозгами, там, допустим, остался у себя дома, где он там жил, а задница у него тут. Вот здесь такой термин, очень много. Вот здесь такой термин, не приехал в Америку. То есть, он живет тут, но он не приехал. Он еще там. И вот получается, конечно, вот он не приехал в Америку. Он хочет как-то вот так вот, понимаешь? Он придумывает свои определения для всего. Он не в состоянии быть ведомым. Вот ему говорят, идем так, да? Он не идет так. Он идет как-то еще, потом как-то еще, потом... Ну, хорошо, если он спросит, понимаешь? Если он спросит, хотя можно ему объяснить. А есть такие, что и не спросят. Вот приходит человек, говорит, я уже три месяца еще работу, значит, не могу найти работу. Я говорю, я тебя вижу первый раз. Ну, в смысле, не вообще первый раз, а вот с того момента, как ты отучился. Я говорю, как три месяца ты еще? Ты отучишь работу, и, во-первых, ты должен был появиться сразу. Вот первое, я тебе сделал резюме. Ты должен повесить на дайси, создать профайл. И сразу найти ко мне, без ипойтмента, без ничего. На две минуты, бах! Мы глянули, поправили, дальше пошли. Не пришел, не глянул. Я не знаю, повесил, не повесил, где повесил, что повесил. Знаешь, как, конечно, там не 500 рублей, а 30, и не в карте там, а, я не знаю, там... И не выиграл, а проиграл. А так, вообще, искал работу. Знаешь, и бы только где-то три месяца еще. Да не может так быть, чтобы ты три месяца искал работу. Значит, либо ты бы ее нашел давным-давно, значит, либо ты пришел бы и сказал мне помощь нужна, или что помогите разобраться, что происходит. Он три месяца искал. Получается, что вот следует из слов Михаила. Но самое главное, это желание А и умение следовать инструкциям Б. Понимаешь, надо хотеть, цель должна быть. У тебя все время говорят, что должна быть цель. Вот ты идешь в цель, вот когда цель видишь, ты не видишь дороги, ты видишь цель. Потому что нет такой цели высокой, чтобы к ней не прийти полностью в дерьме. Нет такой цели, где ты придешь пушистый, встанешь там вот, и селфи будешь делать. Но, а в чем проблема? Ну, пришел в дерьме, помылся и чистый. Понимаешь, Петька, да, с Василием Павловичем? Он говорит, живу дольше, как это грязи больше. Понимаешь, сколько? Значит, поэтому, ну, пришел, ничего страшного, он ступил в дерьмо, shit happens. Понимаешь, но дальше у человека цели нет. И он смотрит, он смотрит, он смотрит на дорогу, говорит, а это что, говорит. А это говношки. А мог наступить. Хорошо, что попробовал. Да, хорошо. И вот он, понимаешь, он живет в этом мире, понимаешь, и у него много сочувствующих. Есть люди, они ему сочувствуют, они говорят, смотри, говорит, вот эти, говорит, как это, еврей, говорит. Понимаешь, он говорит, не мог по-честному с ним поступить. Я расскажу вам анекдот, как приходит вот тоже такой человек к евреям, и говорит, вот говорят, ты же всех обманываешь. Говорит, но вот я не такой человек, меня обмануть ты не сможешь. Он говорит, я честнейший чек на свете. Он говорит, вот давай, говорит, на десятку споришь, что я сейчас сейчас за глаз, за правую кушу. Он говорит, ну это бред. Говорит, а я, 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 ну давай, вот здесь он, да и десятку, тот вынимает глаз, кусает, ставит обратно. То есть, глаз был стеклянным. Он говорит, е-мое, десятку жалко, говорит, но... Он говорит, еще десятку, вот десятку, тут вынимает челюсти, кусает. Ну вот с кармана, да, из-гонок, третий, безобразный третий вид. Нет, я просто, чтоб тискать, ну вот там, знаешь, где-то обманули там. Ой, ну хорошо, в общем, я тоже расскажу. А тоже про это вот про все. Нет, там в случае нет, а про поедание дерьмо. Фельдка, Фельдка с Василий Ивановичем такую дискуссию интеллигентно ведут и... Петька говорит, знаешь, Василий Иванович, и вот нас про я, говорит, за десятку тарелку дерьмо съеду. Т waiter, ну съешь — он кладет десятку, тот съедает, забирает десятку. Тут Василий Иванович стало обидно, он говорит, ты знаешь, что Фельдка, за десятку и я бы съел. Пожалуйста, дерьма, десятку тот съедает, забирает десятку. получается что вы с тобой за бесплатно поэтому наш процесс наш процесс если ты на таком уровне к нему подходишь как петель с васильеванчем то ты будешь дерьмо за бесплатно есть а еще еще и заплатишь у нас есть понимаешь но все просто как я не знаю что хочешь вперед но дальше начинается ну хочешь но но не так же чтобы самому что-то делать а вот там кто-то даже поменьше получит а вот кто-то он вот ему помогли а почему вот вы ему помогли мне не хотите помочь начинается вместо сказать еще надо сделать обойдет вперед а что мы учим то здесь я я я просто ну ну стыдно же ну уж эту ерунду что мы тут учим да это ж тем надо вообще это словно говоря все можно загуглить есть люди которые и университетов не кончали но уровень образования у них повыше чем у того профессора ну это же много на русло подали бы мы же не только заняты тем чтоб чек знания получил его же упаковать надо понимаешь его надо упаковать резюме как что делается резюме же может быть изюмительный резюме это никто никогда не позвони это же целый комплекс это упаковка целых но дело не в этом дело в том что то что мы учим просто у нас проблема в том у нас проблема в том что люди на простой вопрос не могут ответить что-то поручился 3 месяца или 4 месяца и он не может сказать что такое регрессион то есть он говорит ну ты думаешь где ж ты взял такой твою мать но где где ты мог вот такое кто кто у нас в школе такой ты сказать может понимаешь или там спрашивай что такое релиз акцептанс тесте тебе скажут что угодно но они не понимают зачем она делается делать как его делу а что и что собственно хотят проверить и ради чего все это это через несколько месяцев когда эту хохмишку можно за пять минут объяснить и мне объяснили много раз но надо прочитать как ты же забываешь то что было вначале потом сесть надо прочитать надо позаниматься несколько раз послушать так вот вопросы вот вопросы вопросы даны ответы даны ты можешь посмотреть и сказать ну да ну понятно потом приходишь на интернете это расскажи ли за был а ты сказать ничего не можешь но у тебя есть вопрос у тебя есть ответ взял чистый лист и начал писать ответ ну но не помнишь ну посмотри три раза молодец возьми чистый лист бумаги напиши слова но один раз посмотрел еще раз молит доведи до такого состояния что можешь сесть и написать значит ты знаешь ответ на вопрос но кто так делает но скал один человек на стол ну хорошо кто-то симпатично есть он там вода и вся улыбается хорошо и отразить могут простить вот хотят нибудь у нас этим то не ходит голубыми глазами а занимаются ноги хорошо я не испортишь так ну что я просто хочу сказать что это вы 20 лет думаем на тему о том как отсеять того кто не не сможет вы сейчас вот тесты нам сделали я мы сейчас гоняем эти тесты пробуем на себе там вот скоро придут в ноябре нас будут учить как интерпретировать психологический тест там на всякие качества человеческие так далее которые нам важны но просто я хочу я не знаю я не знаю я разговариваю с чеком я тебе не скажу получится у него или то есть иногда ты видишь он светится весь он но есть люди которые светятся а мозгов нет никаких пасков от мозгов человеческих мозгов нет вот ему говоришь что-то он спорит с тобой понимаешь нет же нет сил спорить силы есть только сказать тому кто хочет делать потому что не хочет делать а кто как-то с ним будет говорить поэтому так ребят в общем небольшой вывод желание и умение следовать инструкциям учиться запоминать не бездельничать а все кто сейчас на видео есть у всех есть свои блоги да да не удивляйтесь вы можете посмотреть внизу там в описании к этому видео под столом будут ссылки на всех и еще сегодня 1 октября green card а ссылка на сайт лотереи тоже описание участвуйте и с ну дать 2017 году может быть мы даже с вами увидимся так бывало уже не раз все всем спасибо и пока